Я решил все-таки начать с первой лекции, то есть я вот нашел сегодня перечень, нашел курс в университета Ноттердама по интернету вещей, посмотрел несколько слайдов, в принципе они довольно интересные. Если смотреть по два комплекта за раз, мы как раз уложимся. Здесь частичный материал будет повторять тот, который я уже излагал, но кое-что мне показалось интересным, плюс еще там вот на самом сайте есть ссылка на видео, большинство из которых можно тоже посмотреть, они там небольшие, там все минут по пять. Вот структура курса, здесь шесть недель у них, у нас получается четыре лекции, первое это основы, дальше это человека машинные интерфейсы, дальше это основы сетей, значит сети сенсоров, сети сети. Меш-нетворк, ну меш, они на русский язык не переводятся, то есть меш это сеть, в смысле сеть, которые рыбы ловят, а это типа соединение между компьютерами. Маршрутизация, это что-то связанное с глобальным, вайт чего-то там, ну там посмотрим. Обработка, значит, эти облака для хранения информации, интернет of things, аналитика, визуализация и тому подобное, ну а это какая-то локальная здесь инфраструктура, RFID это вот эти вот ключи, которые радио, да, или там метки, по которым нельзя товар выносить из магазинов. Значит, экосистема интернета вещей, security, там, обеспечение, ну security в английском языке, он и как обеспечение безопасности, значит, так и регулирование доступа к защищенным данным. Значит, приватность, этика, а также конкретные примеры. Вот, ну тут они, значит, рассматривают, что, это, короче, их касается в основном. Есть там, кстати, и задания, можно попробовать задания каким-нибудь поделать даже. То есть центральный столбец это список лекций, а вот тот, который справа находится, ну на сайте, вот я ссылку, который записывал, там как раз задания. Там, кстати, довольно немало их для каждой недели получается. Так, ну тут у них такие условия, что есть несколько лабораторных работ. Двух лабораторки начинаются в аудитории, потом дома заканчиваются, можно делать проекты вместе, это даже очень хорошо. Но каждый должен делать собственный программный код. Вот, Sakai Plaza не знает, но у них, наверное, какие-то классы так обозначаются. У него в наборе небольшое количество компонент, модулей, поэтому придется делиться между ними. Вот, что такое интернет вещей? Вот, холодильник говорит человеку, что купи молока. Значит, как это делается, да, в целом? Вот, каждый элемент интернета вещей выполняет последовательно вот эти четыре функции. То есть сначала, ну вот если касается этого непосредственно холодильника, какой-то датчик говорит холодильнику, что, ну или какому-то элементу сети, да, вот этой сети датчиков или сети вот этих компьютеров в интернете вещей, да, что человек покидает, да. Потом второе, что внутри холодильника, там видеокамера или что-то еще определяет, что в холодильнике нету молока. Дальше происходит некоторый вычислительный процесс принятия решения, и пользователю сообщается, что нужно купить молока. И вот этот этап называется коммуникация, либо actuation, то есть выполнение каких-то действий уже физически, то есть поворот кого-то механизма, например. Что делает мой холодильник? Ну я тут думаю, мы всегда не будем на нем останавливаться. Значит, мы должны почувствовать пользователя, да, определить, что это именно взрослый человек, который способен купить эту продукцию, а не какой-нибудь там школьник или тем более домашнее животное. Что нету молока, ну принятие решения, я тоже говорил, да. Что значит не хватает молока? А, ну это они тут расшифровывают конкретно по каждому пункту. Какой тип сенсора должен быть, который определяет, что нет молока? А нужно ли нам молоко вообще? А что значит мало молока? Либо, кстати, да, можно модель строить, так сказать, на предсказательном уровне, то есть. Мы не просто, привет Алексей, мы не просто, значит, определяем, что молока нет, мы еще пытаемся предсказывать, что молока у нас скоро будет не хватать. Какая информация нужна для принятия решения? И при помощи чего? И вообще, как это делается? Что такое процессор? А какие должны быть там правила? Должны ли быть правила статическими или динамическими? То есть, будет ли наша система обучаться? Кстати, да, вот я пока готовился к лекции, к лекции к этой шел через мост и подумал, что у нас на самом деле очень замечательный курс, оказывается. Там все вот так вот вместе скреплено. И все вот лекции, я, наверное, свои буду читать в некоторой логической последовательности. Ну, то есть, вот, мера обработки сигналов. Вот мы к ней подойдем, к этим сигналам, значит, займемся ими более детально, что ли. В такой форме, кстати, неплохо будет работать. Значит, каким образом можно оповести человека? Значит, как, когда, как защитить его, значит, личные данные? Subtliness, не знаю, что это значит. Не слишком много ли для него информации будет? Ну, ладно. Internet of Things. Значит, дальше в этих слайдах. В качестве такой модели общей элемента интернета вещей рассматривается вот такой вот прямоугольник. Он состоит, значит, вот этот thing, это вот это все, да, вместе, вещь какая-то, да. Она включает в себя, должна, ну, практически всегда. Это сенсор, actuator. Ну, сенсор это то, что собирает информацию, да. Активейтор то, что заставляет что-то двигаться, да. Тонкости. Ну, понял, запомним. Коммуникатор. Это способ взаимодействия. То есть, это вот та самая сеть, да. Ну, и контроллер, это само вычислительное устройство. Ну, вот, собственно, его такая структура общая. Вот экосистема, ну, я вам ее показывал, то есть, есть сеть, есть вот эти промежуточные узлы, которые накапливают информацию, да, потому что в этих интернет, в этих модулях у них памяти очень мало. И вот, если каждый модуль делает довольно часто какие-то выборки информации, да, их надо где-то хранить. Вот, их можно частично на gateway хранить, либо, значит, где-то вот в хранилище данных. И вот, в основном сейчас используется облачное хранилище данных. На них же можно делать эту самую аналитику, которую вам Андрей Михайлов рассказывает. Как раз это вот в этом месте делается. Ну, а также есть очень важный момент, про который я не сказал, точнее, может быть, я сказал, но не акцентировал внимание. Вот этим всем нужно каким-то образом руководить. То есть, вообще говоря, система Internet of Things, она состоит, в принципе, как любая управляемая кибернетическая система. Ну, на самом деле, управляемая кибернетическая система, масло-масляное, да, получается, просто кибернетическая система, она многоуровневая. То есть, на верхнем уровне стоит человек, а на нижнем уровне уже стоят какие-то алгоритмы внутри вот этих устройств, которые опрашивают датчики там, какие-то элементарные. Ну, делают то, что на предыдущих слайдах показано было. Вот. Будет дальше использовать следующая терминология. Я, кстати, не помню, будет там или нет, просто на всякий случай расскажу, пока не забыл, что вот на этой структуре сейчас строится современное производство четвертого поколения, Forged Generation Industry. Проблемы на производстве, то есть, есть производство, которое выпускает постоянно одни и те же товары, да, ну, например, там выпускается дизель, да, например, То есть, он потоком ведет нефть, она там, значит, разделяется там или крыгинг какой-то используется. В общем, этот поток, он всегда один и тот же. Вот. Есть другое, так скажем, другой вариант, да, противоположный. Это производство каких-то конкретных вещей, ну, типа, как по заказу. То есть, вот есть заказ там на 100 каких-то специализированных компьютеров. Или там заказ на какие-то конкретные, ну, на какой-то набор уже не просто компьютеров, а там каких-то устройств управления чем-то, ну, как вот эти, например, IWL, да, были. Так вот, для вот этих цепочек сбора продукции, вот эти цепочки нужно индивидуально формировать. И внутри этих цепочек как раз встраиваются датчики, исполнители, активейтеры вот эти вот самые. И все это управляется как раз вот на основе сети вот этой, network. То есть, это интернет вещей, он как раз достаточно актуален и на производстве. Вот. Терминология. Значит, встроенные системы, то есть, там дальше будут. То есть, системы. Подстроенными системами понимается любая вычислительная система, которая не является обычным персональным компьютером. То есть, она чем-то управляет, с чем-то взаимодействует. Она такая более специализированная. Значит, сенсорная сеть. Это коллекция сенсоров, то есть, набор сенсоров, ну, вместе с этими микроконтроллерами в том числе, которые соединены при помощи, ну, как правило, беспроводной сети. Киперфизические системы. Значит, они фокусируются на взаимодействии физических и кибернетических систем. Ну, скажем, тот же самый ИВЛ, да, он должен считывать состояние человека, да, то есть, когда он там собрался вдыхать, тогда подавать воздух. Ну, или там хотя бы время какое-то отсчитывать. Значит, системы реального времени, они, тут определение, кстати, не дано. Они фокусируются на, то есть, при разработке этих систем, фокус идет на временные ограничения. Вот. Области, которые соотносятся с интернетом вещей, это взаимодействие человека и машины, человека и машинные интерфейсы, да, интернет всего. Ну, это, вообще говоря, когда указывается фирма, да, Cisco, это фирма, которая занимается сетевыми технологиями, американская. Главный, точнее, ему главный конкурент Huawei, из-за чего его там педалировали в Америке несколько лет назад. Ну, и вот SkyNet, да, продает. Это же виртуальная сеть. Дальше тут рассматривается рынка интернета вещей, то есть, в 2014 году. Вот такой был, в 2021 он уже, там, сколько, в 5 раз больше. В сравнении вот с обычными компьютерами, да, то есть, это вот телефоны кнопочные, их количество практически не растет, да, мобильные телефоны растет понемножку, продажа ноутбуков, она практически не меняется, просто все старые ноутбуки заменяют, наверное. Ну, это, по-моему, вот это как раз прирост в процентах. То есть, это не глобальные интернет-вещи, ну, то есть, локальные какие-то сети с интернет-технологиями, с интернет-вещами, да, вот они вот растут очень быстро, ну, и в рост пошел именно глобальные вот эти сети. Вот одна из задач, которую, как-то тоже, передо мной ставили, китайцы, ну, на, на поразрабатывать, да, это управление Шиньяном, городом Шиньяном. То есть, например, одна из таких проблем, это пешеходный переход, там, народ начал толпиться, вот система должна, там, к помощи видеокамеры или каких-то других сенсоров определить, что народу накопилось очень много, и переключить светофор. Как развивался интернет? Значит, первым делом, в 90-е годы, или это преинтернет, да, называется, то есть, до 91-го года, когда Тим Бернерс Ли выпустил NCSA Mosaic, значит, люди взаимодействовали друг с другом по телефону, либо передавали, ну, это не смс-ки были, это были сообщения на пейджер. Вот, хотя, нет, в 83-м году вышел GSM-стандарт, но пока его внедрили, как раз в 90-е годы начались. Первая стадия развития, это создание веб-страниц, то есть, они были ориентированы на то, чтобы с ними взаимодействовали люди только, да. Интернет-ов-сервисы, это Web 2.0, это вот эти самые Google-документ с технологией, то есть, возможность работать нескольким пользователям с одним документом, это как раз технология веб. Дальше, следующая стадия здесь выделяется, это именно создание социальных сетей, то есть, YouTube, вот этот, Skype, ну, Facebook тут приводится, Telegram и так далее, и тому подобное. И вот следующая стадия, это как раз, когда машины с машинами взаимодействуют. Тот самый семантический веб, о котором пойдет речь в следующих семестрах. То есть, каким образом делать так, чтобы одна и та же страница была понятна и человеку, и машина могла ее эффективно обработать, взять оттуда какие-то данные и потом принимать решения на их основе. Тоже интересная картинка, это сектора, где Internet of Things применяется. И довольно так подробно, я думаю, что тоже лучше потом поизучать отдельно. То есть, вот управление зданиями, то есть, умные дома, управление энергетическими установками. Ну, это, наверное, вот управление теми же самыми ветриками, да? То есть, что делать, если ветра нет на одной территории, на другой там есть, как балансировать эту всю сеть. Consumer and Home, ну, это вот эти холодильники здесь. Health Care, Life and Life Science. Там будет, кстати, дальше интересная такая картинка, потом я покажу. Ну, в Life Science очень часто используют такие вещи, например, при наблюдении за животными. Вот недавно по телевизору новости показывали, что один из орнитологических институтов собирает деньги на то, чтобы заплатить за телефон, установленный на некоторых орланах или там на орлах. Они летают через границу, и вот информация, которая пересылается за границей, очень дорого стоит из-за роуминга. И вот они задолжали несколько миллионов рублей в рамках некоторого научного проекта. Ну, а Health Care – это снабжение датчиками оборудования медицинского в том числе. Вот Industrial – это то, что касается индустрии четвертого поколения. Transportation – это как управление непосредственно там группами, скажем, автомобилей, да, вот сейчас в Америке, по-моему, да, есть специальные дороги, на которых установлены по центру там не магниты, ну, какие-то там, в общем, конструкции, излучающие сигналы, и датчики стоят на грузовиках. И вот несколько грузовиков едут друг за другом в виде автопоезда. То есть всего один водитель сидит, а за ним вот едут грузовики, именно повторяя эту траекторию, придерживаясь вот этих сигналов в том числе. То есть это не полностью автономные, так скажем, движущие средства, да, vehicles, которые. А частично автономные. Плюс, опять же, вот в этом видео, да, на которое я уже ссылался, пример есть как раз управления транспортной системой. То есть если вдруг возникла какая-то ситуация, ну, то есть два автомобиля урезались, то можно, наблюдая за количеством машин, можно перенаправить при помощи светофора или каких-то других информационных табло, перенаправлять движение других автомобилей в объезд вот этого места. Ритейл, это то, что касается недвижимости, тут я не смогу прокомментировать. Секьюрити, паблик, сейфти. Ну, это в Китае очень сильно сейчас развито, да, развито. То есть передача данных между датчиками, то есть можно по лицу своему заплатить. Ну, и, кстати, в Москве тоже это реализуется, но все равно это в целом составляет такую сеть датчиков. Ну, айти и сеть, ну, вот тут получается управление, да, управление, ну, кибернетика, по сути говоря. То есть передача информации, основанная на интернетах things. Вот идея вот этого слайда заключается в том, что для того, чтобы придумать какое-то устройство, первым делом можно просто дополнить то, чем мы уже пользуемся. Вот больше мне понравились часы, да, то есть были часы механические, установили на него экран, и теперь можем, в принципе, моделировать любые другие часы. Ну, единственная проблема в том, что стрелки будут уже не трехмерные, а такие двухмерные. Но зато мы можем поменять часы просто поменяв программу, которая стрелки на экран выводит. То же самое с браслетами, да, это был просто браслет, теперь браслет, который, например, считывает характеристики тела, да, то есть пульс там, температуру, и в случае чего может позвонить, вызвать скорую, да. То же самое с розетками. Вот пример. То есть была просто розетка, теперь розетка, которая управляется при помощи телефона. Когда я был, учился на стартапера, у меня был интерес, был просто в том, что чем, собственно, стартаперы занимаются, потому что мы же студентов тоже готовим, они, скорее всего, захотят свои стартапы, вот надо быть в курсе. Был интересный пример как раз такого устройства, которое управляется через сеть телефонную, да. продавали его, как вот есть, оно совсем не продавалось, потому что цена была порядка трех тысяч рублей. Стали, то есть нашли специалистов в этой области, ну, продвижение товара там, или инженеров, которые могут предложить что-то другое, и перепроектировали немножко это устройство так, что назвали устройство управления включением-отключением воды или же насосами. То есть в Москве дачи людей находятся довольно далеко, то есть нужно, грубо говоря, один день из Москвы добираться на дачу, потом еще один день возвращаться обратно. И вот если нужно полить какой-нибудь участок водой, да, получается, что, чтобы полить, нужно тратить два дня. Вот. И вот эти устройства предложили как систему включения-отключения воды, вот, по времени там, либо по телефону, либо там при помощи компьютера из дома. И стали продавать не по три тысячи, а по пять тысяч. И вот эти устройства стали там у них довольно хорошо расходиться. Ну, это очки там со встроенной, например, камерой или со встроенным экраном, позволяющим делать к текущему виду тоже дополненную реальность. Ну, вот тоже другие примеры. Умный город, вот регулирование светофоров в том числе, да, умные машины, умные мы, пример автомобиля, напичканного различными сенсорами. То есть я, например, тоже в данное время думал, как бы вот так сделать, чтобы во время движения скорой помощи автомобили бы сами бы разъезжались бы заранее. То есть буквально там за 20 минут, уже готовили, что будет скорая помощь двигаться. И вот это можно сделать как раз только, если эти автомобили все будут друг с другом взаимодействовать. То есть у них вот датчики, определяющие расстояние до других автомобилей, сеть GPS, место расположения, этот сканер, лидар, это лазер, совмещенный с, насколько я помню, знаю, с видеокамерой, позволяющей трехмерную картинку окружающей среды строить. Ну, видеокамера, которая моделирует когнитивные способности водителя, используется для управления. Ну, а также датчики, которые смотрят за состоянием автомобиля. Ну, и вычислительное устройство внутри. То есть, в принципе, было бы, конечно, хорошо, когда... Ну, и взаимодействие с другими автомобилями. Сейчас, правда, тоже недавно сообщение пришло, что Илону Маску уже несколько, там, по-моему, десятков пришло уведомлений в суд за то, что автомобили в одном из режимов у него не слушаются водителя вообще. То есть давят людей там, в том числе. Но ему похоже все равно. Он все равно их продает и продает. Вот. Ну, это вот, собственно, картинка, которая показывает, как можно все организовать. Ну, вот это как раз индустрия четвертого поколения. То есть основная... Вот мы даже подавали грант с китайской академией наук с Фуршунем на то, чтобы создавать системы автоматизации построения системы вот этого верхнего уровня управления в процессе сборки вот этих специфических продуктов. Ну, то есть партии товаров на заказ. Да, кстати, вот в энергетике неплохая идея, то есть управление как раз энергопотреблением в том же самом здании. то есть управление освещением, открывание дверей именно тому, кому нужно. А теперь я могу перевести это как High Voltage Alteration Current, то есть высокое переменное напряжение. Автоматизация управления зданием, ну, там, подача воды, например, да, но это вот актуальная, кстати, задача на уникбоскребах, потому что даже подача воды, она делается поэтапно. Вот, например, стоит канистра с водой, да, изменяем уровень воды в этой канистре, как только он меньше критического уровня, запускаем как раз. Соответственно, можно передать по цепочке вниз о том, что нам еще вода понадобится, и, соответственно, и в других канистрах, откуда мы выкачиваем. Smart Spaces, это тоже, кстати, навевает их воспоминания некоторые. То есть это пространство, которое адаптируется к человеку. Правда, это меньше всего, конечно, к науке о живом относится, но, в общем, вот на коровах устанавливают различные датчики, в том числе прямо в саму корову встраивают. Вот, например, датчик кислотности. На шее увешивается GPS, то есть узнаем, где коровы находятся. Вот, значит, здесь кислотность перемерится к крови, может быть, не знаю, а вымянук, понятно. То есть, интересно было бы, если бы там, например, молоко какое-то не того качества получилось, перенаправить корову на конкретное поле, чтобы она там какой-то конкретной травы поела. Вот, tail movements, наверное, что-то там, в зависимости от того, как там она хвостом двигает, соответственно, ей там плохо, наверное, или хорошо. Я могу только предположить. Для меня это, кстати, было новостью, когда я смотрел, я не думаю, что так жестко уже все. интересно. Вот студенты, значит, веселятся, управляют тараканами. Вот я когда-то давно сообщение по управлению тараканами видел. Оказывается, что его можно научить, вот этот вот контакт, он создает ему болевые ощущения. А усы к усам привязаны, значит, веревочки или проводники, по которым эти усы можно дергать. И вот его можно натренировать, надрессировать при помощи вот этой вот обратной связи, так, чтобы, двигая за усы, он бежал там вправо или влево. И вот этот таракан, который управляется при помощи микроконтроллера. Smart Grid. Вот это очень интересная тоже конструкция. Она тоже был доклад на одной из конференций, организованной Институтом системы энергетики. Они там изучают так называемые цифровые двойники. То есть цифровой двойник это такое вычислительное устройство с датчиками, актуаторами, которое позволяет заменять какой-то физический объект. Например, вместо того, чтобы в фаер динамической трубе заготовки самолетов скажем, обследовать, как они себя ведут в конкретном воздушном потоке, можно создать очень точную модель и пытаться моделировать. Я, правда, на ней маленько поиздевался, говорю, ну вот вы цифровые двойники создаете энергетических систем. Было бы прикольно создать цифровой двойник, например, какой-нибудь электростанции, так, чтобы он еще и энергию порождал. Вот, ну в общем, вот эти грид-системы это энергетические системы, которые управляются централизованно, ну или там децентрализованно, с целью именно соотнесения количества выработанной энергии с количеством энергии, которая потреблена. Значит, помимо того, что есть устройство генерирующее вот эту энергию и потребляющее, есть еще устройство, которое накапливает энергию. Ну, я не вижу, да, ну это батарейки, да, вот эти аккумуляторы. Вот, и это очень актуальная задача как раз в западных странах, потому что там из-за наличия этого оголделого капитализма эти системы, системы энергогенерирующие фирмы, да, они являются частными. Так как потребители это тоже какие-то частные там компании или там домохозяйства, эти энергогенерирующие компании, они должны каким-то образом друг с другом соединяться. Вот, и в странах в этих сделана вот одна такая вот общая структура, то есть, ну, короче говоря, энергетическая сеть, которой можно так или иначе подключиться и эту энергию передать. И вот как раз вот эти вот смарт-гриды как раз и вот ассоциируются с этой вот технологией. Вот эти вот облачные технологии на самом деле являются частью грид-технологий. Но не грид, который к энергетической системе относится, а грид, который к вычислительной относится, то есть, к метакомпьютингу. Просто на всех случаях говорю, просто сейчас уже грид, он появился где-то в начале 2000-х годов, да, а к настоящему времени он уже практически так утратил, скажем, свое использование. То есть, замок, который можно с телефона открыть, там, телевизор включить или по телефону там каналы переключать. Объем номер сейчас пульт сломался, вот хотел бы я его с телефона, но мне некогда установить. Открытие-закрытие окон, камеры управления, включение света, нотификация пользователя, уведомление пользователя, в случае, если у него вдруг белье наконец-то уже выстиралось, автоматическая поливка газонов, управление температурой, управление, светом. Делается при помощи набора светодиодов, можно управлять градациями таким образом, чтобы порождать 16 разных миллионов комбинаций цветов, управлять смартфоном или через Zigbee. Лампочку, можно лампочку использовать как будильник. Интернет вещей, он как раз как такая системная конструкция, позволяет создавать вот эти эмерджентные свойства. Например, объединяя какие-то отдельные устройства, можно реализовывать новые функции. То есть, скажем, телефон соединенный с этой лампочкой, и вот получается такой распределенный будильник. Может синхронизировать цвета вместе с информацией о фильме или о текущем кадре, а также музыка, которая играется сейчас. Кстати, это можно сделать даже без специальных автоматов. Так, ну тут развитие компьютеров. Компьютеры в 70-80-х годах были такие вычислительные устройства, сейчас они вот такие, и размер микропроцессоров постоянно уменьшается. На самом деле, если вот так положить руку на сердце, вот эта микросхема 1,5 на 1,5 миллиметра, на самом деле она здесь тоже 1,5 на 1,5 миллиметра, просто здесь технология использовалась с более крупными ячейками, ну там типа там 140 нанометров, из этого у этих микропроцессоров больше выделения количества тепла, и вот это тепло нужно было рассеивать, для этого нужна была большая подложка большая, скажем, у вас есть три маленькие пальчиковые мизинческие батарейки, питание полтора вольта, большинство микроконтроллеров запитывается напряжением 3 вольта, то есть нужны такие две батарейки, но они все равно большого размера, как как эти вопросы решаются тоже довольно интересная тема, верхний уровень управления, как правило представляет собой человек, нужно делать так, чтобы человеку было удобно этим всем управлять, и если эта сенсорная сеть, она достаточно большая, грубо говоря, 20 разных сенсоров, то не будет же человек управлять каждым этим сенсором, то есть нужно создавать какие-то агломерирующие технологии, агрегирующие, позволяющие одним движением пальца управлять всей сетью. И тут как раз искусственный интеллект играет одну из ведущих ролей профессора, он обращает внимание на две противоположные тенденции, первое, я говорил, это единение информационных потоков, будем так говорить, в рамках одного устройства, здесь разъединение, то есть человеку это удобнее все-таки не на одном компьютере всю информацию видеть, по разным каким-то направлением управления вот этой сетью, хотелось бы так, чтобы это было как-то в пространстве распределено, и вот для этого разрабатывают специальное устройство, экраны управления, ну скажем, там, у меня в подъезде Ростелекомом установлен домофон с видеокамерой, там, с инфракрасной подсветкой, ночью он там подсвечивает, микрофоном, там, крутые кнопки антиландальные, информация выдается на телефон, ну и одновременно она же выдается на трубку этого домофона, вот, и по идее, если ты, например, дома сидишь, там, презентацию готовишь, лекции, зазвонил домофон, удобно, подошел, размялся и на экране посмотрел, кто там, не на телефоне, а именно на домофоне, ну и аналогично, что вот использование пультов для управления устройствами, то есть инфракрасный чем удобно, потому что его можно все-таки на что-то направить, то есть направил на этот, на это устройство какую-то функцию выполнил, да, то есть ты видишь устройство, тебе не надо его в смартфоне искать, экосистема, ну, я так понял этот текст, что на самом деле не стоит ограничиваться только какими-то своими сетями, стоит еще этими данными делиться с другими сетями, вот это все имеет такой вот лавинообразный процесс, для этого направления, да, это направление развития, переносимость, то есть несите с собой средства управления, куда хотите, миниатюризация, сделать так, чтобы устройство можно было поместить в ваш карман, иметь возможность соединяться с чем угодно, где угодно, конвергенция, то есть объединение функций в одном устройстве, да, и цифровая экосистема, то есть помимо того, что вы этим пользуетесь, еще данные можно где-то хранить и передавать кому-то, то есть организовываться вот эти социальные сети, ну, а также очень важный момент в этих конструкциях, это противодействие хакингу, который вот в Internet of Things имеет три основных направления, первое это перехват управления, ну, например, заблокировать двери, или там включить двигатель, вот, второй, ну, понятный компьютер, перехват управления компьютером, сколько неоднократно и у разных знакомых, там, например, медицинских работников чисел от троянов у них компьютеры, тут интересный перехват управления получается проигрывателем музыкальным, там, второй вид это кража информации, соответственно, ну, тут сильно не надо комментировать, ну, в данном случае это состояние здоровья нашего человека, и disrupt service, это нарушение работы этого сервиса, то есть не дать запуститься двигатель или там повлиять на скорость движения вот этого, заменительное сердце, либо там, например, выключить холодильник, чтобы там все протухло, а, ну и все, закончилась презентация,